Так, прислали мне еще целых три посылки. Одна посылочка, это замена седла. Катался я на седле, катался я очень активно, со своим больше 100 килограммов весом, и седло начало хрустить. То есть оно держит, я на нем прыгаю, оно все держит, но оно немножечко издает такой звук неприятный. Рабон все-таки не для экстремальных покатушек, а, наверное, все-таки для шоссеров каких-то, когда едешь по ровной поверхности. Ну, я китайский, конечно, не писал, прислал фотки, он мне вышел вот новое такое седло. Очень легкое, очень удобное, хотя жесткое, но оно такое длинное, удобное, мне очень понравилось. И он мне прислал на замену новое. Посмотрим, насколько это будет надежно держать. Вот у предыдущего в этом месте немножечко звук какой-то есть. С одной стороны держит, а с другой стороны типа как пощелкивает. Хотя вот я уже месяц катаюсь, оно до сих пор не развалилось, и дальше ничего не изменилось по дефектам, но вот как-то, не знаю, написал, он прислал новое. Это нормально, типа, это брак. Во. Вторая посылка, тоже велосипедная у меня тематика. Во-первых, я тут, пусть, две, два конверта, конверт в конверте запаковали. Заказал я себе звезду овальную для футбайка, овальную звезду на 32 зуба. Решил вообще попробовать, что такое овальные звезды. Насколько они, ну, будут интересны. Потому что, на футбай, когда едешь, немножечко как-то оно, ну, не знаю, проскакивает, что ли, на круглой звезде. Овалы есть. А вот на овальной звезде интересно попробовать. Потому что много отзывов, все пишут, что это вам круто. Это, ну, достаточно интересно. Показал. Такая звезда стоит рублей примерно 400-450. Качество просто обалденное. Вес я не помню сейчас, но там что-то то ли 30 грамм, то ли 50 грамм весит. То есть, очень легкая по сравнению с железной. Вот уже на ней, на этой звезде, то есть, я покатал распаковку. Покатался я уже. Да, она намного лучше, провалов нету. Сотню я проехал, как раз и не стерлась. То есть, офигенная, офигенная, дешевая и офигенная овальная звезда. Оставил на футбайке, потому что зимой, желательно, конечно, спереди звездочек поменьше, чтобы по снегу лучше ехать. Так, это что такое? Какую-то фигню прислали. Вот я не знаю, что это. Подарок какой-то, видимо, не знаю, может щиток покрылок. Единственное, что мне в голову приходит, больше не знаю, что это такое. Звонок, типа китайская копия, какого-то очень крутого звонка. Звонка звенит, дзынькает и смотрится так ничего симпатичнее. И заказал всяких винтиков, потому что постоянно не хватает этих винтиков в комплектах к велосипедным переключателям, к кармозам, почему-то их часто не бывает. Может, они не нужны, но когда есть несколько винтиков, то регулировка больше. Их можно на ручки ставить и на сами переключатели, на передний и задний, куда угодно, короче, можно ставить. Заказ сразу два паркетика, потому что вериков много и пригодятся. А вот это за фигня, вообще без понятия, просто не знаю. Какие-то фигни прислали, просто бесплатно в подарок. Вот такая крыловая езда. Попробуйте, кто не пробует, 400 рублей за езду отдать, это халява. И вот такая еще огромная посылка с дырочкой приехала. Там столько всего, я заказывал. Это была распродажа 11.11. С хорошими скидками. Конечно, я себе заказал кучу-кучу всякого инструмента, который я давно хотел. Такое вообще купить нельзя, просто не продается. А если продается, там ценник нереальный. Тут много всего, сейчас буду по порядку рассказывать. Во-первых, считается, что пришли какие-то эти белые штучки по порядку. Это гвозди. А декоративные гвозди с такими шляпками красивыми у нас в тюрьме я не нашел. Они стоят просто копейки и достаточно дешевые, несмотря на вес. То есть можно что-то украшать. Я их просто добирал, чтобы мне до суммы набрать. Но я надеюсь, что я их тоже использую, когда они будут в украшении. Вот эти пластиковые фигни, я не понял, что это такое. Я это не заказывал, это подарок. То ли это ситечка, не знаю. Что может быть еще. Вообще, я даже не представляю, что из-за пластмассы сидит. Вот. Итак, значит, сверло. Так сказать, это самоцентрирующиеся сверла. Когда ставите дверные петли, чтобы ровно в центр вот этой дырочки, в дверной петле попасть в несколько отверстий, вот это самоцентрирующее сверло, вы его просто упираете, и оно выходит. Его можно заменять, оно разбирается на тот случай, если затупиться. То есть, когда вы сверлиете любое отверстие внутри уже какой-то готовой железки или деревяшки, вы убираете вот это вот сверло, и оно раз, выходит и прямо четко по центру просверляет отверстие. Очень удобно, очень просто. Вот их тут 4 основных размера, которые бывают, которые используют для дверных петель, для дверных ручек и так далее. У нас двери не продаются, конечно, нигде. Вообще на сайте я даже не видел ничего подобного. В Китае очень много видов, и стоят они совсем недорого. Так, вот еще гвозди. Там я несколько пакетов гвоздей заказал, чтобы сразу хватило. Так, тут вот тоже сверла, сверлышки. Они зенковкой. То есть, когда сверлится какое-то отверстие, и необходимо утопить шляпку самореза. Ну, кто знает, тот поймет, для чего это нужно, чтобы шляпка самореза не торчала из доски, например. Можно затягивать шуруповертом, эту шляпку поглубже. Но есть вариант такой, что шляпка может оторваться. Там саморез тонкий, особенно черный, не оцинкованный, не желтый. А именно черный, бывает, шляпки отрываются. Вот я заказал два вида таких вот самых зенкующихся сверл. Пяти и трехгранных. Не знаю, в чем разница. Потом буду пробовать, буду тестить. Их тоже тут много-много размеров, самых основных. Удобно, когда какую-то, не знаю, вагонку крепить на стены, половую доску, что-то еще. Вот именно зенковать сразу под шляпки саморезов. Чтобы сразу они топились, а не делать двойную работу. Когда сначала сверлишь, а потом зенкуешь маленьким зенкером. Патрончики. Заказал два вида патрончиков маленьких. Для мини-шуруповерта. У меня есть такой маленький-маленький шуруповертик, который помещается просто вот в ладонь. Буду я тоже его переделывать под аккумулятором. Он был на никель-кадмиевых, сейчас я их буду под 18650 переделывать. И у него патрончик под шестигранник. Изначально. То есть, можно в него только шестигранные вставлять конечники сверла или там биток. А переходник, чтобы можно было ставить что угодно. Любые сверла простые, все что угодно. Вот купил два таких маленьких патрончика. Стоят они очень-очень дорого. Достаточно они качественные. Такие тяжеленькие, удобненькие. Один патрончик пришел слегка ржавенький. То есть, хранился где-то, соответственно, на улице, что в втором помещении. Но на работоспособность это не повлияло. От камеры я проверял, все отлично. Так, еще заказал вот градусник. Не помню, что-то рублей 50 всего стоит электронный термометр. Или 80 рублей. То есть, какие-то вообще сущие копейки. Просто попробовать, насколько он точный. Потому что иногда нужно что-то измерять. Такое, ну, чтобы измерить быстро не ртутным градусником, а вот именно электроном. В принципе, он работает. Погрешность, конечно, есть. Но погрешность там небольшая. Там одна-две десятых градуса всего. Достаточно точно показывает. Так вот прикольный, дешевенький градусник. Короче, огромная посылка всякого барахвата получается. Что-то я показываю. Работает, не работает. Пробую его тестировать. Вот, кстати, ноготь себе зацепил. Тоже сверлил. И потому что сверло обычно, неудобно, я его себе взял и зафигачил в ноготь. До сих пор ноготь еще не зажил. Наверное, месяц прошло или два. Вот он тут сейчас. Градусник будет накрываться. Тридцать семь. Тридцать три. В общем, я его пробовал отдельно потом. Ну, не идеальный. Он китайский. Но более-менее он показывает. Будет ясно, что тридцать шесть шесть или тридцать семь. Но, конечно, для точно определенной температуры он не подходит. Все-таки такой больше инструментов. Хотя бы просто порядок. Узнать температуру. С разницей пол-гадуса, грубо говоря. Что еще? Что еще у меня интересного? А, это вот они так гвозди запаковали зачем-то непонятно. Салопанчик. Вот третий пакетик. Ко мне приехал из Китай. Китайских гвоздей. Вот это вот очень ценная штука. Есть фонарики. Фонарики под обычные батарейки. Батарейки ААА. Мизинчиковые. Ну, все, точнее, фонарики вот эти. Они идут под мизинчиковые батарейки. Но перед ним стоит такой чехольчик, типа Хоба. В котором стоят батарейки. Если чехольчик выкинуть, то можно, как правило, вставлять аккумулятор в 18650. Но некоторые фонари достаточно короткие, и в них этот аккумулятор не влезает. И нужно вот такие отдельно покупать переходные кольца, чтобы этот аккумулятор входил. Вот. Это, соответственно, фонарик тоже очень-очень дешевый. Но он мне очень понравился. Всем рекомендую, если кто-то хочет дешевый фонари купать, посмотреть, как он выглядит. На Алиэкспрессе его много, там очень много на него заказов. Он очень дешевый. Не знаю, может быть, в районе 250-300 рублей он стоит с доставкой. Но он сразу до аккумулятора идет. Вот это второй фонарик тоже я заказал. Попробую. Он мне показался симпатичным, таким клевым, красивым. Вот под него какая-то стопластическая стучка, чтобы аккумулятор не болтался внутри фонарика. Вот. У него и шнуровочек есть, и карабинчик там болтает. Даже есть гнездо под зарядку. Такие как старые нокерские зарядки были. Вот может даже что-то за аккумулятор заряжается внутри фонарика. Но зарядки нету, поэтому я, конечно, не пробовал таким способом. Я аккумулятор отдельно заряжаю. Вот. У него кнопка, соответственно, сбоку. Фонарик яркий. Очень яркий. Очень классный. По мощности регулировка фокуса на щелчок. Но вот эти вот зубчики, они создают вокруг линзы ореол. И это мне очень красиво смотрится. И на самом деле очень ненужные такие блики получаются. Вот. Вот этот пластиковый чехолчик под батарейки. А вот этот, грубо говоря, под аккумулятор, чтобы он там не болтался. А в этом фонарике вставляют сразу аккумуляторы. И батарейки сюда стоять нельзя. Соответственно, вот точно такие фонарики бывают, но они более короткие по длине. И для них нужен вот тот переходничок, который слева лежит. Маленький, небольшой. Буквально сантиметр он увеличивает длину фонарика. Вот. Принес я аккумуляторы. И сейчас я буду пробовать тестировать, насколько ярко они горят. Сейчас я уже, конечно, знаю, как они горят. И вот этот фонарик. Точнее, оба они офигенные. Просто реально они офигенные. Всем советую покупать. Кому нужны фонарики недорогие. На подвесить по 300-400 рублей максимум. Ну и плюс аккумулятор, конечно, при зарядном устройстве для аккумуляторов тоже нужны. Но вот фонарик меня порадовал. Я пока, правда, не разобрался еще какой-то режим и менять переключать. Наверное, там какой-то драйвер стоит, который может его запрограммировать так, чтобы он просто включался и выключался. Без перещелкивания режимов. Надо почитать. Но пока его я просто пользуюсь. Катать по лесу на великой ночью. Офигенно. Офигенно. Вдаль, конечно, он не светит. И нам дальше будет обзор про фонарики. Но вблизи он светит очень хорошо. Просто вообще шикарно, идеально он светит вблизи. Так. И чего? Куда я ушел? Где я хожу? Что я делаю? На стену, наверное. Куда-то там. Вам не видно. Понятно. Очень много упаковки. Я опять еще разворачиваюсь в тысячи целлофанчиках. Приходится целый мусорный мешок здесь кидать по улице. Так. Вот этот фонарик, он еще ярче. Он еще ярче. Он просто нормально он слепит. Стоит ему тоже, наверное, рублей 3-350 примерно. Я сейчас не помню. 400. Но для вот такого яркого фонарика это очень недорого. Смотрится шикарно. Но блики по краям, вот из-за этого, из-за этих неровных выступов рядом с линзой, вот такие блики получаются. Не знаю, не люблю я блики. Я люблю, когда просто ручок ровный. Так. Ну и дела опять куда я пошел? Вот я проверяю тоже. У него есть, соответственно, и яркий режим, и средний режим. Может быть там даже три режима. И траба, и разные траба есть. То есть, драйвер там стоит очень умный, который умеет много-много разных режимов осуществлять свечение. Ну и вот эта пластиковая штучка, конечно, очень удобная, чтобы не был даже аккумулятор. Сейчас я решил попробовать посмотреть, сравнить, видимо, насколько ярче. Вот и этот фонарик. Сейчас посмотрим, насколько он ярче. Вообще, я их потом сравниваю в отдельном видео. И тут этот фонарик. Они примерно одинаковые. Да, вот черный, он, конечно, чуть-чуть послабее, потому что он поменьше по размерам. А серебрист, он намного ярче, но у него есть засветка. У него есть вот эти блики, которые мне, на самом деле, не очень нравятся. Поэтому, кому как, кому поярче, но с бликами, а кому послабее, но зато без бликов. Все-таки ровный круг света. Ну все, наверное, все я сравнил, все я достал, все я расстраховал. Такой обзор, просто несколько посылок. Я думаю, кто-то смотрит, на самом деле, что я для китайцев снимаю. Такой обзор. Такой обзор. Такой обзор. Такой обзор.